Когда мы наливаем в чашку заварку из чайника, иногда получается так, что вода вместо того, чтобы литься в чашку, стекает по носику мимо. Вода может прилипнуть не только к носику чайника, но и к стенке кружки, если ее наклонять не слишком сильно. Сделаем еще один опыт. Поднесем к вертикальной струе воды стеклянную банку. Мы наблюдаем неожиданный и красивый эффект. Вода растекается по поверхности банки тонким слоем, затекает на другую сторону и только потом отрывается от поверхности. Банка как будто притянула к себе воду. Что же является причиной этого эффекта? Физики долго спорили об этом, пока не придумали простой опыт, который все поставил на свои места. Закоптим на горящей свече край кружки и поверхность банки. Сажа практически не смачивается водой. Опять нальем воду в кружку и попробуем заставить струйку стекать по стенке. А она не хочет этого делать и отрывается от кружки даже при самом небольшом наклоне. Подставим банку под струю. Струя ведет себя совершенно по-другому. Она отлетает от поверхности банки и никуда не затекает. Значит, все явления, которые мы наблюдали раньше, были вызваны тем, что вода смачивала твердые поверхности. Когда струя обтекает банку, поверхность которой хорошо смачивается водой, между банкой и струей возникает мениск. Сила поверхностного натяжения затягивает струю под банку, и она обтекает банку до тех пор, пока не оторвется под действием силы тяжести. Струя при обтекании банки меняет направление своего импульса с P на P'. Нарисуем изменение импульса дельта P. В эту сторону направлена сила, действующая на струю со стороны банки. По третьему закону Ньютона, на банку со стороны струи должна действовать сила, направленная в противоположную сторону. Чтобы увидеть эту силу, подвесим на нити шарик для настольного тенниса и внесем его в вертикальную струю. Шарик втягивается в нее и висит на наклонной нитке, а струя под шариком отклоняется в противоположную сторону. Раньше мы думали, что этот эффект вызван законом Бернулли, а теперь мы поняли, что главную роль здесь играют силы поверхностного натяжения. Интересно, если бы шарик не смачивался водой, втягивался бы он в струю или нет?